Всем привет! Давайте пройдем заключительное испытание в пламени горна. Называется на битву мов разрушительная цепь. Тут довольно много текста, но если кратко говорить, то там нужно убить всех за один раунд. И сделать это с залоченной колодой. Вообще, я рекомендовал бы поставить вам это видео на паузу. И если вам нравятся карты, то подумайте самостоятельно, как это можно пройти. Потому что это действительно интересно. На мой взгляд, оказалось испытание. Но если вам все равно, то вот, пожалуйста, можете смотреть на готовые решения. Вообще, я долго на самом деле думал, как его пройти. По-моему, довольно много тактик. Думал, зачем мне каждый вообще из-за этих карт, которые мне дал разработчик, и что вообще с этим делать. Полчаса, если не больше, я на все это дело потратил. И, в конце концов, пришел наконец-то к решению этой вот бесхитростной загадки на самом деле. Вообще, тут очень много чего, что может сбить вас с толку, направить на неправильный путь прохождения. Потому что, как видите, у всех тут есть артефакт, у всех тут есть какие-то, ну, снижения стоимости. То есть, как бы, что намекаю, что надо бы ударить каждым персонажем. Какие-то карты у нас здесь даже есть, которые надо бы вроде бы юзать, а вроде бы и не надо. И это все нас, на самом деле, очень хорошо сбивает. Вообще, я думаю, основная суть этого испытания, это просто сбить вас как раз с толку, чтобы вы запутались и просто не поняли, ну, и застряли здесь. А на самом деле, ответ, оказывается, лежит на поверхности, и все, что нам нужно, это просто сдать взростихию кей. Так как у него единственного в самом начале есть очкового навыка. Ну, вот этот вот, энергия. Ну, и за счет этого мы, оказывается, легко можем это вот пройти. И никаких там титров мувов мы делать даже и не должны, на самом деле, были. И половина карт, что нам дали, оказалась просто ненужным мусором, который мы даже не используем. Ну, вот, на этом все. В этот раз испытания были довольно тоже интересные, не особо сложные, кроме, наверное, последнего. Надеюсь, это видео вам помогло. На этом все. До встречи на следующих испытаниях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok